Урегулирование украинского кризиса остаются чрезвычайно сложными. Киевское руководство занимается чем угодно, выпрашиванием денег у Запада, призывами к ужесточению антироссийских мер, нагнетанием напряженности в отношениях с Москвой, внутренними разборками, но только не шагами к миру на востоке Украины. У руководства страны, судя по всему, приоритеты другие. Похоже, Порошенко приступил к кадровому усилению своей власти. И это для него сейчас главное. На днях в отставку был отправлен казавшийся всесильным шеф службы безопасности Украины Наливайченко. По некоторым оценкам, шатается кресло и под главой МВД Аваковым. Обзор политических событий на Украине на прошедшей неделе подготовил Артем Широков. Похоже, закрывать глаза на кровавый беспредел украинских батальонов Нацгвардии уже не могут даже в Вашингтоне. Неделю назад Конгресс США запретил Пентагону выделять средства на подготовку украинского батальона Азов. Я выражаю благодарность в связи с тем, что палата представителей единогласно приняла мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать членов омерзительного неонацистского Азова. Заявил автор инициативы демократ Джон Коньерс-младший. А теперь разразился новый скандал вокруг подразделения украинского МВД «Торнадо». Эти бравые вояки, усердно стреляющие по мишеням, назывались чуть ли не элитой ведомства Арсена Авакова. Однако на минувшей неделе сразу восемь бойцов подразделения «Торнадо» во главе с командиром Русланом Онищенко были арестованы. Остальные 170 бойцов забаррикадировались на своей базе в Лисичанске. О всех преступлениях этих патриотов Украины не смог вслух сказать даже главный военный прокурор. Членами этой преступной организации на базе роты милиции были оборудованы потайные места в подвальном помещении общеобразовательной школы города Приволье. Также там были приготовлены средства, которые применялись для совершения насильственных действий, нанесения побоев и телесных повреждений гражданам, которых незаконно задерживали. Детально рассказывать о том, что перенесли эти люди, просто не поворачивается язык. Как выясняется, садистские пытки и изнасилования мужчин были нормой среди некоторых бойцов подразделения «Торнадо». А ведь еще совсем недавно командир батальона Руслан Онищенко, у которого, к слову, аж пять судимостей, был награжден медалью за жертвенность и любовь к Украине. Награду ему вручил лично украинский патриарх Филарет. Видимо, за извращенный садизм при пытках. Более того, раньше этот батальон назывался «Шахтерск» и уже был расформирован за мародерство. Однако потом удивительным образом вошел в структуру МВД под руководство Арсена Авакова. Обратите внимание, люди Авакова заявляют, батальон был сформирован из уголовников «Торнадо». Как будто они этого не знали полгода назад, когда расформировали батальон «Шахтерск», сформированный из тех же самых уголовников. О чем они прямо говорили тогда, при расформировании «Шахтерска». То есть, такое впечатление, что Аваков и его люди, увольняя одних уголовников, назначая их тут же на новые должности, с теми же погонами, в той же милицейской форме, даже не догадываются посмотреть в личные дела данных «милиционеров». Но почему вдруг началась кампания по чистке батальонов Нацгвардии? Складывается впечатление, что все это не случайно. Яркое подтверждение тому – громкая отставка с поста главы СБУ Валентина Наливайченко. В последнее время он вступил в открытый конфликт с Генпрокуратурой, отправил в отставку все руководство отдела по борьбе с коррупцией, затронув тем самым интересы людей, близких к Порошенко. Валентин Наливайченко играет свою игру во взаимоотношении с Вашингтоном. И это часто, по-видимому, раздражало Петра Алексеевича, потому что, как мы знаем, Наливайченко имел прямой доступ и прямой контакт с некоторыми представителями США и в обход фактически президента докладывал ту или иную информацию, которая очень часто в не очень хорошем свете представляла Петра Порошенко и действия, которые он совершал. Однако не исключена и другая версия. Наливайченко явно симпатизировал карательным батальоном нацгвардии. Ему в заслугу также ставят полную зачистку Одессы от инакомыслящих и подавление там любых попыток противостоять нынешней киевской власти. Но теперь американцы пытаются дистанцироваться от ярых украинских националистов, которые уже сыграли свою роль. Также все прекрасно понимаем, где находится отдел кадров украинской политики. Отдел кадров находится в посольстве США. Мы это не раз слышали по всевозможным YouTube комментариям, телефонным переговорам и тому подобное. И я думаю, что в этом смысле, конечно же, Порошенко согласовывал отставку Наливайченко с посольством США. Отставка Наливайченко совпала с еще одной сенсационной новостью о задержании троих предполагаемых убить писателя Олеся Бузины. Как выясняется, они служили в батальоне «Киев-2», который тоже находится под патронажем украинского МВД. Это все просто звенья одной цепи по усилению и укреплению в вертикали власти президента Украины. Безусловно, что сейчас после Наливайченко, а мы знаем, что исполняющим обязанности теперь назначен близкий очень человек Порошенко, Грицак, который в какое-то время даже возглавлял службу безопасности Порошенко. Теперь речь будет идти как раз о Министерстве внутренних дел. Так что следующим кандидатом на вылет может стать именно Арсен Аваков, как человек к близкой команде Турчинова-Яценюка. Судя по всему, Порошенко всерьез намерен переключить весь силовой блок исключительно на себя. А в Вашингтоне дали на это добро, как дали добро и на планомерное истребление населения Донбасса, пытаясь развязать полномасштабный военный конфликт. И пусть минувшая неделя стала относительно спокойной, но обстрелы Донецка продолжаются. Только что упало, что это такое похоже на тачку. И землю скопало так, что туда можно, я не знаю, несколько танков спрятать. Вот только вокруг никаких танков, а как обычно сплошные жилые кварталы. Но складывается впечатление, что тактика киевских властей как раз в том и состоит. Об этом в эфире украинского телевидения открыто заявил глава партии «Братство», бывший лидер УНАУНСО, которая запрещена в России, Дмитрий Корчинский. По его словам, пример надо брать у США. США, сохраняя демократические нормы и высокий уровень гуманизма в своей стране, нанесли ядерный удар по Японии. Они бомбили немецкие города. 80% домов в Германии были уничтожены англо-американской авиацией. Доктрина была бомбить именно жилые районы, чтобы подрывать моральный дух немецких солдат на фронте. На оккупированных территориях мы должны поступать полностью по-американски. Если мы не можем их вернуть, мы должны сделать их непригодными для жизни. Если не нам, то никому. Это единственный возможный способ обращения с москалями. Сколько при этом погибнет мирных жителей националисту, неважно. Ну разве это не фашизм? Казалось бы, экзотический персонаж Корчинский, но его инициативу на полном серьезе обсуждают на украинском телевидении. И больше того, нынешняя линия киевских властей лишить жителей Донбасса всего и уничтожать их, по сути, вписывается в предложенное Корчинским. В этом беда. То есть, можно подумать, что он такой фантазер, но жизненные реалии подтверждают, что убийство людей, уничтожение людей, унижение людей – это реальная политика Киева. Одновременно усиливается блокада Донбасса. Трасса Мариуполь-Одесса переполнена очередями из машин. Люди не могут выехать к родственникам из-за того, что Киев ввел дополнительные пропуска. Видимо, чтобы меньше людей смогли покинуть зону боевых действий. Это идиоты, которые устроили такую жизнь. Мы же считаемся Украиной. И здесь Украина, и там Украина. Мы оккупировали территорию. Кем? Кто ее оккупировал? ДНР. Какой? А кто такой ДНР? Вот я ДНР. А тем временем Россия оказалась на первом месте в мире по числу принятых беженцев. В 2014 году, по данным ООН, наша страна приняла почти 268 тысяч человек, попросивших убежища. Безусловно, ключевую роль в этом сыграла гражданская война на Украине. 99% беженцев – это именно украинцы, которые бегут от войны и геноцида. И эта цифра, почти 300 тысяч беженцев, является наглядным и позорным приговором нынешней украинской власти. Артем Широков, Сергей Прокофьев, Александр Пересада, аналитическая программа «Постскриптум». Вы смотрите «Постскриптум» в студии Алексей Пушков. Продолжаем нашу программу. Последние месяцы Соединенные Штаты и НАТО приступили к резкому расширению своего военного присутствия в странах Восточной Европы и Прибалтики. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванные американские источники сообщила, что администрация США собирается направить в страны Балтии и Восточной Европы тяжелую военную технику. Кроме того, в США рассматривают возможность размещения в Европе ракет наземного базирования, нацеленных на российские военные объекты. А британский министр иностранных дел Филипп Хамонт даже заявил, что в условиях роста напряженности в отношениях с Россией Великобритания может разместить на своей территории американские ядерные ракеты. Хотя Хамонт оговорился, что это чисто теоретическая возможность, прозвучало это весьма зловеще. Во вторник президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2015» дал ответ. Он заявил, что российская армия должна к 2020 году перевооружиться на 70%, а в ряде сфер и на 100%. Особо президент остановился на ядерном потенциале страны. В текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны. На боевое дежурство заступит стратегический подводный крейсер «Владимир Мономах». Рассчитываем, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, научные и конструкторские центры приложат все силы для своевременной и качественной реализации намеченных планов. По словам Владимира Путина, готовится также испытание нового узла ракетно-локационной станции, который впоследствии будет контролировать западное стратегическое направление. Слова российского президента наделали много шума на Западе. Генстекната Йенс Столтенберг подверг критике решений России об усилении ядерных сил, заявив, что Москва занимается брецанием ядерным оружием. Госсекретарь США Джон Керри также выразил обеспокоенность. Конечно, это беспокоит меня. У нас есть соглашение. Мы работаем вместе с 1990-х годов над уничтожением ядерного оружия. Никто не хочет делать шагов назад. Никто не может реагировать без беспокойства на такое заявление лидера могущественной страны и не задумываться о последствиях, сказал Керри журналистам на брифинге в Госдепартаменте. Однако не вполне понятно, чего ждали западные политики и военные стратеги. Что никакого ответа не будет? Что они будут готовить размещение систем противоракетной обороны в Румынии и Болгарии, а также в акваториях Черного и Балтийских морей, создавать так называемые базы быстрого реагирования НАТО в Польше, других странах Восточной Европы? А мы будем благодушно ждать, когда это произойдет? Что в непосредственной близости от наших границ будет курсировать все больше американских танков, высаживаться все больше американских военных, нам будут угрожать появлением в Европе американских ядерных ракет, а мы на это никак не будем реагировать? У руководителей НАТО странная логика. По этой логике они могут позволить себе все, любые военные приготовления и любые агрессивные заявления. А другая сторона, видимо, должна лишь робко внимать. Если в НАТО еще не поняли, то пора понять, что от этой логики надо отказываться, и чем быстрее они от нее откажутся, тем меньше оснований будет для тревог. И у них, и у нас.